Вот уже, можно сказать, пришла вакцина в разных ее видах, и вот уже есть исследование, допустим, что она работает, и есть те, которые хотят эту вакцину уже привить себе, есть те, которые не хотят. Ну, то есть есть скептики, которые боятся, но есть те, которые хотят уже пойти и привиться, чтобы закончилось все это. То есть у людей сейчас возникает такая возможность и мысль, что ну все, заканчивать этот год, все вернется, я себя ловлю на этом. Я себя ловлю на этой мысли, что и вдруг мы начнем физически встречаться, и все вернется, и человек снова начнет летать к своим друзьям и родственникам, путешествовать, жить, продолжится жизнь. Ну, уже эта закупорка закончится. Ну, конечно, ты встречаешь с товарища по улице, отнимешься с ним. Эта мысль есть у человека, что все вернется, и начнется снова жизнь. Вот как вы думаете? Жизнь никуда не ушла. Это первое, да. Да, так что вернется она, я не знаю, что он под жизнью. Так. Это первое. Второе, то, что было, не вернешь. Так что вся эта пандемия, весь этот вирус, он будет нас сопровождать. Я считаю, что мы должны осознать, что он нам дал. Я слежу вообще за прессой. Мало кто делает как бы выводы, почему он пришел, и почему он пришел. Нет, хотя отвернуться к тому, что было. Да, да. Но это естественное состояние человека, ну, уставшего уже. Ну, как будто было хорошо. Так что мы должны осознать сейчас, вот, в принципе, чтобы, ну, чтобы по-новому зажить, но так, знаете, хорошо. Мы должны смотреть в будущее, как в новый день, который должен быть следствием прошедшего дня. А мы этот прошедший день не учитываем. Мы не хотим из него вытащить никакую информацию. То есть, секундочку, надо вытащить информацию из прошлого? Конечно. Надо. Только мы не желаем. Мы хотим скакнуть назад. Да, скакнуть назад, точно. Вот и все. Как мы летали куда-то, летаем. Ходили, ходили. Вот были по телевидению всякие там... Шоу, были театры, были кино. Ходили, да, куда. Рестораны везде. На улице полно народу. Заходили в любое кафе, в любое место. Какую информацию надо тогда выловить из прошлого? Какую? Из того, что мы, если хотим вернуться к сближению, то сближение должно быть внутренним. Чтобы нейтрализовать этот вирус. Это очень непросто объяснить людям. Да. Но проблема сидит в нас. Вирус сидит в нас. Если я хочу его нейтрализовать, мне надо для этого восполнить мое отношение к другим чувствам связи, сближения, любви. И тогда я нейтрализую отрицательное воздействие вируса. А ее не было, вы говорите, да? Этой связи, этой любви не было в прошлом и нашей жизни. Не было? Не было, конечно. А то, что человеку представляется, что было, что ему с этим делалось? А это просто он чувствовал себя свободным. Но этого не было. Вирус пришел к нам и показал нам, что ты не имеешь права приближаться к другому. На два метра, допустим. Да. Вот ближе к другому ты приближаться не можешь. Если люди поймут, что вирус на самом деле пришел с духовного уровня, то есть с уровня чувств, с уровня исправления человека в человеке. И он спускается потом на биологический, на животный уровень. Вот как сейчас, да? Да. То есть он, чтобы мы подтянулись к этому уровню, да, просит? Нет. Неживая, растительная, животная природа и человеческая, человеческая, выше животной. То есть это чувственное взаимоотношение, отношение человека к человеку. Если мы это исправим, то на всех более низших уровнях мы нечего исправлять. Все будет правильно и хорошо. То есть мы должны исправить отношения наши друг к другу? Друг к другу. Только? Только. Внутренние, вы говорите, да? Внешне мы обнимались, а внутренне мы все-таки были... Надо раскрыть человеку. Да. Что значит, что вновь мне говорят, я не любил других. Он не согласен. Я с ними обнимался, я с ними сидел, выпивал. Конечно. Мои друзья были близкие. А, и все такое. Как объяснить ему, что это все были эгоистические, жесткие, чисто психологические, ненавистнические... Отношения. Отношения. Да. Это не объяснить. Надо. Это очень трудно объяснить. Человек сохранил тепло к близким людям. И он... Он не задумывался об этом. А сейчас мы должны выйти на другой уровень. То есть человек должен понять, что он жил, используя другого все время, да? Да. И любовь его была использовать его так или иначе. Да. Ой, как это непросто. Ну, а потом начнем объяснять матерям, что значит любить своих детей. Это вообще. Почему вообще? Потому что мать уверена на тысячу процентов, что это... Она его любит, конечно, любит. Но это животный уровень любви. И ты любви. А это состояние. Есть оно. Только придай ему более внутреннее содержание. Вечное. Совершенное. Что это? Своим осознанием, откуда оно исходит. Из твоего животного тела внутреннего. Из твоего побуждения, как животное, к животному. Тебе хочется его обнять, тебе хочется его лизать, как корова вылизывает своего новорожденного теленка и так далее. А здесь надо еще и другое. Почему я это делаю? Для чего? Почему природа возбуждает во мне такие чувства? Я не могу просто слепо следовать своим инстинктивным сейчас порывам природы, которая меня таким образом потыкает, понукает, вознуждает. Да. Я должен осознать, почему я это должен делать, согласиться с этим и своим согласием подтвердить, что вот я это делаю сознательно. Для чего? Для чего? Я должен ответить, иначе это будет несознательно. Для того, чтобы полностью познать и оправдать в этих действиях программу Творца. Какая она? Мы в этой любви между нами, между всеми людьми, соединились в систему, которая называется Адам. И в итоге в ней нашли бы такую же связь любви к Творцу. Адам, вы говорите, это как единая душа, да? Да, единая душа. И тогда мы почувствуем, как он лижет нас. Творец. Как корова-теленка. И мы воспринимаем это, ну вот как теленок воспринимает корову, мать. Нежно тогда, нежно с любовью настоящей. Да. Ради этого все и создано. Когда эта самая высшая любовь проявляется на всех уровнях до самого низшего уровня, тогда это и есть раскрытие Творца творением. Никуда мы не денемся. Это все должно быть раскрыто. То есть мы раскрываем, что мы такие единые на руках Творца, да? Да. Мы должны еще выше, выше, вплоть до того, что мы обязаны достичь вместе с ним равного состояния, осознать его отношение к нам, подняться до уровня, чтобы понимать и ощущать источник его отношения к нам. То есть вырастить себя до такого уровня. То есть мы должны до замысла даже дойти? Конечно. Иначе, что мы будем? Как младенец на руках у матери, ему хорошо, и матери хорошо. Надо расти, да? Расти. И в духовных отношениях наших с Творцом там тоже есть неживой растительный животный и человеческий уровень. Ну тогда такой последний вопрос. А каков он замысел творения? Замысел. Вот последняя точка. Вот до этого состояния, до самого наивысшего. А что это? Каков он? Когда мы чувствуем, откуда в Творце возникает и исходит на нас его любовь. Ну это слова, конечно. Но это высший пилотаж. Да. Это уже все. А мы дойдем. Мы дойдем. Оптимист. Нет, тут не оптимист. Это точно запрограммировано. Мы только просто попытаемся сделать это быстро и для всех.